не трон может быть никера еще кто-нибудь ready go всех говорит кэш он довольно долго настраивался возможно у него были какие-то проблемы альянс рандом орда вроде определился с расой go говорит кэш и сейчас игра начнется good luck have fun и обратный отчет 5 4 3 2 1 поехали поддержите их им нужна ваша поддержка а может и не нужна и так кэш у нас играет за орков учитывая то что у игроков мега классные наушники которые изолируют их от внешнего мира в таких наушниках вы можете ходить и стрелять в тире вот они достались сейчас игрокам на время собственно от специалистов от нпкл вот и в принципе можно не пугаться я к чему говорю можно не пугаться говорить какие-нибудь всякие ценную какую-нибудь информацию об игре поэтому поэтому будем будем комментировать на полную катушку наверное браток выиграл тут оперативная информация какого он выиграл not for you чемпиона вцг 2007 года молодец молодец тут показ все стандартно орг скорее всего будет бэм барак до грейда заказался бэм или будет крепить с димой наверное ну да все более менее стандартно плиз не боится не боится то что ему будет хорастить виспов потому что скорее всего будет застройка наглухо базы так и сейчас пошла какая-то да вот пошел 2 мунвелл и разведка первая арча разведка со стороны орка делается лавка да все дефалт нам что второй бору пошел 2 бору криппинг ну сейчас первый рандом будет в игре когда выпадут девайсы потому что здесь соответственно выпадает кольцо сер клетка когти или перчатки когти для дима очень хорошо для бэма еще лучше если бы проранжировать по по полезности девайсы это наверное когти потом сер клетка перчатки и кольцо кольцо это самое самое плохое как говорил граби это кольцо фродо но кольцо сразу кэш не продает потому что ему еще предстоит немного видимо побегать и получать дамаг да наверно он все таки будет аркадить marketplace ой-ой-ой-ой вот висп на стрёме висит и учитывая то что был день скорее всего была красная точка на мини карте вопрос успел ли увидеть эльф но сейчас он точно увидел как раз вот благодаря кольцу часть дамаги поглощает приходит дима грант мешает диме пройти но его ловят в сетку и пробивается виндвок так ну теперь самое интересное что несмотря на то что казалось бы да или в дело все грамотно и там разведку все подсек но здесь он все равно в качестве догоняющего то есть пока у орка есть виндвоки ой у него сейчас закончится виндвок 72 маны эй-ей-ей неужели отдашь слушай нет виндвок все теперь не отдаст куда убежал ну кто а я ну вы видели что это ошибка это была ошибка орка потому что ну вы видели да зачем то он побежал вниз хотя было видно что дима явно намерен этого синего бамбра добить вот и соответственно в качестве приза ему достается не только опыт деньги там я не знаю слава девушки но и большой бутылёк жизни вот который он сразу же вынужден был заюзать потому что либо тп либо бутылёк хотя тут уже можно кто-то наверняка в зрительном зале бы не стал бы юзать бутылёк лучше бы заюзал тп а бутылёк оставил бы на на например пуш на первый с циклоном когда будет хороший размен по хп и дима будет отлавливать по полной так ну что сейчас сейчас первого левела бм против второго димы с хорошими девайсами и перекупленные сапоги крепить здесь орку рискованно дима на хвосте да да вот вам и плиз вот вам вот вам и пожалуйста как играет вот ну это как бы только там первая стадия игры еще далеко не все потеряно магазинчик бараком закрыл здесь будет пара древ вот здесь она не поместится кажется придется вот так вот ставить хотя не знаю надо посмотреть ох нет мне показалось что добил еще получилось у димы но на самом деле не получилось чуть-чуть но сейчас крепится довольно таки а не пробиться не пробиться даже хотел дима попробовать добить этого тролля берсерка но к сожалению слишком плотное было кольцо а вот сейчас здесь можно вот с этого уголка можно тем более бестмастер подошел ой-ой-ой как может плохо это все кончится минус грант будет точно один если тут орг чудеса просто не покажет он не показывает нам чудеса вот поэтому поэтому будет минус грант хотя хотя можно попробовать сейчас вот это гранта да его пытаются отличить добил добил бм молодец от контролил но все-таки играют на лани можно поконтролить немножечко да играют за кэш кэш играет за кэш и плиз играет за кэш так 22 у эльфа но это как бы стандартно у него наверняка уже делается играть на т3 ставится одна талоница точно есть 2 возможно уже тоже да уже две талоницы он и заказал одновременно еще до грейд на т3 поэтому у него талонов будет на т3 чуть побольше чем если бы он сделал фаст т3 ой-ой-ой-ой-ой-ой тут уже с одной стороны угрожают здоровью 2 гранта с другой стороны и дима тут немного нездоровый хотя у нее сапоги единственное кто ему представляет реальную угрозу это опа такая атака ну-ну-ну-ну-ну-ну чик и и приговаривают вдвоем второго гранта уже хорош да ну пока идет довольно дефалтная игра грейд грейд на т3 турен в качестве второго героя что же здесь еще делать и т2 мы видим мы видим рейдеров мы видим спирит лодж волкеры грант на разведке такой грамотный грант который встречает вот и эльф который обходит как раз для того чтобы от двух сторон видимо для того чтобы понять где орг находится да ну что-то выпили за все хорошо у него доделал сыграть на т3 есть денежка сейчас он три талона в очереди на нормально нормально но great над на адептов еще не доделался а там сеточка как у нас делается на половину да уже уже почти нет 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 там став есть став еще серьезно кэш довольно агрессивно крепится хотя в принципе ему здесь надо быть тоже очень аккуратным на рейдеры кидают сетку ой-ой-ой-ой-ой-ой синий экран смерти вылетел у апса и это значит что вам придется смотреть игру только на плазмах халява ладно 30 секунд томительного ожидания нервы на пределе играют ребята за бешеные деньги какие кстати призы 10 тысяч рублей за первое место 10 тысяч с ума сойти да ладно все нормально так 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 подошел бэм отхватил сразу же моноберн получил но на 16 на 16 моноберн не перебивает лечение дамы кстати для нейтрона и для других людей которые не знали не моноберн перебивает лечение только если маны больше чем 20 если меньше чем 20 лечение не сбивается это было установлено нашими юзерами нейтрон из-за этого сейчас что-то из-за этого прямо из-за этого всем проиграл ну бывает не расстраивайся следующий раз значит всех выигрыш теперь у тебя есть мега секретное знание ладно смотрим дальше 1 турен он явно смотрится не очень хорошо на фоне ну на фоне лимита 40 эльфы который сейчас наверное возьмет третьего героя тинкера или там фэр лорда кто ему милее и пойдет уже вот лимит 45 у него где-то будет у беста нет свитка они он не выбегал на магазин возможно он будет сразу а да нет смотри-ка может повоюет повоюет ури мастера взял смотри-ка ури вот а орг перекупил кстати он один свиток у него довольно неплохие девайсы но в плане армии у него довольно все битые герой 2-2 не это не то не все и тут приходит конечно хорошая конечно хорошая ситуация 8 талонов factory кидается минус а что он еще не не закупится если ну купи купи слона а не успел лавку убить ну хорошо ладно тогда уж можно поконтролить еще циклон в пустышку ненужный совсем циклон а вот это немного недоконтролили сеточка на диму выводятся рабочие сейчас они отлинкаются в вейв неплохой но вы это все равно плохой потому что вы всего лишь первый и как бы он там у вас не лег но все равно дэмэджи мало 70 дэмэджи это смех это не серьезно нужен 2 вейв сейчас он наверное через свиток ох какой кривой вейв отличный вейв он не задел никого наверное если вот только этого талона в сетке как-то краешком там прошелся ладно пошла атака сеточка сеточка но у кого рассыпается у орка но тут и талончик умер здесь один райдер умер пока еще не понятно что там рассыпается хотя до рассыпается орк все-таки минус грант все плохо близо 50 это великолепный лимит для эльфа который играет в талонов это магический лимит непонятно каким образом таким лимитом можно ой-ой-ой можно диму сейчас заставить телепортироваться бм под инвулом его не поднять и тп немного продлевает ладно че я говорю немного еще все впереди нормально все будет что-то у нас 46 лимита у орка все битая рабочие в шоке турен не третий а эльфу сейчас нужно просто вот так чик 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 подхилялся отпился и вперед бежать кстати у него денег столько что он может действительно забежать в магаз купить свиток купить себе да ладно пока добежит у него 50 лимита что он будет строить сейчас у него 150 пока добежит будет 300 купить свиток сделать персональный телепорт и туда со свитком бах ну помнишь ладно орк выходит непонятно куда он выходит я думал он пойдет на нычку там чтобы третьего таурена получить вот сюда вот пришел бы закрепил правда и да а почему . еще не отмечен на карте да ладно что он отманил там кто-то остался на мурлока хотя бы разжился бы можно было сейчас да только только херакил спасет орка только херакил но циклон вовремя кинутый на бм а все крутится вертится вот приятно смотреть если вы эльф на эту картину и это трагизм если вы играете за орков правда биста конечно можно отжать ему передает бутылек крит на 112 до свидания дорогой бист тинкера телепортировал но он тыкал видимо на биста когда сетка отпустится там это чертово промахнулся попал по тинкеру нервы на пределе дима сарбой раздает конечно будет здоров да не знаю то урен почти третий но а толку почти треть поднимать воздух бэма фокусить да можно да просто просто фокус парейдером и все главное блэйда держать его перчатками и когтями в воздухе ай-яй-яй-яй что мана закончилась у нас маны нет смотри у талонов давай в атаку в атаку давай бей мочи а свиток купил ну да все теперь домой третий тоуриен да ладно он аккуратненько сейчас этого он взял убил арчу свою и это бамбр ладно хорошо сейчас будет 3 бм и на самом деле орка есть денежка орка есть лимит 50 и орку час бы наверное инвул купить инвул есть а по кулдауну долго ждать а может дождаться а может оно того стоит подумай каш долго и свиток ждать и инвул ждать но и то и другое нужно вот реально нужно свиток особенно важно перекупать на маленькой карте против эльфа потому что сами понимаете третий тоуриен уже со вторым вейвом а эльфу нужно что-то делать с этим кроме монобернов нужны свитки один свиток у него есть но идеальный вариант какой 3 свитка чем больше свитков тем лучше лучше 5 дх лучше 5 панда так плиз смотрит на нычку кстати орг собирается прямо сейчас ставить экспант ты бы стал ставить экспант такой ситуации до тянуть время тянуть время стараться как-то выправить ситуацию потому что еще две минуты назад торг был вырезан цензурой до закупился у него есть свиток большой бутылек ой большой бутылек бутылек маны просто глаз глаз алмаз ой-ой-ой-ой ну что будет резать наверное будет резать рабочие попали в засаду минус 1 и понеслась вытянулся линейкой орг не очень приятно это делать 40 и фа ну тут с другой стороны но у героя под вторым вейвом что-то стрёмно как-то окружать думаешь инвал 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 7 секунд и вторую тебе этот вейв ходит и все короче мы с нейтроном тут спорим но спор в одностороннем порядке что его не слышно вот а игра продолжается позвоните кузе ладно 48 на 50 эльф подтягивается подтягивается да сейчас нужно то урену аккуратненько обойти вытягивает талонов великолепно сбривает нормально неплохо неплохо хорошо фэрик кстати его надо вешать вешает фэрика жестоко и сейчас нужно пить стаурену пить ману обходить справа делать вейв зачем он подошел сюда непонятно потому что отсюда позиция о хорошая позиция ну что ж ты что ты делаешь ну как-то не уверенно действует орк вот на ней эльф вроде как держится нормально перегруппировывается да ему-то нормально он дэмит что наносит 3 орка все красное через атаку просто нычку убил и стелепортировался просто так через атаку тыкнул можно было спирит волкера добиться последним залпом ну ладно в общем планы орка сбиты с одной стороны у эльфа тоже мы видим вырастает проблема для орка с которой нужно сейчас что-то делать 60 лимит эталонов сейчас не трон объяснит почему 60 лимит эталонов лучше чем 50 лимит эталонов да дело не в том что просто лучше 50 лимита ты дерешься с орком и ему а где говори 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 зачем в общем дерешься с орком и получается что он может отводить райдеров еще там кого-то а когда уже там лимит 60 то отводить просто нереально и все все умирает все вообще живет все умирает но вообще орки действительно привыкли к тому что нет работы только ну этот на трансляцию это на зал и так и так три феррика не перебор ли там столько спирит волкеров нет он три феррика строит нет три спирит волкера но это явно вот парочка ферриков будет нормально эльфу эльфу да нужно бы можно было бы под подкрепиться учитывая то что сейчас эльф да он должен переключать тип стратегии с атакующей на защитную просто потому что он убил орку нычку который орг даже не отменил а у него нычка выросла поэтому логично как бы просто находиться рядом с нычкой там подкрепить какие-то точки которые там остались есть маленькая зеленая есть нормальная желтая там можно закупиться и да и база поближе надо было просто хотя может он подтянулся только ради свитка please аккуратничает он не боится он аккуратничает через чур у орка сейчас ставится опять экспант я вижу по заказанным ну то есть ресурс он резко потратил непонятно куда видимо заказал great hole все-таки на нычки но это необоснованный great hole потому что сейчас кажется единственный его шанс это выйти из лимита прийти убить эльфу потому что эльфа нычка уже работает ай-яй-яй-яй подняли воздух бэма прописали ему на наберну него есть инвол все еще накидываемся на factory да все настолько печально что можно я не могу пока в это поверить что приступ один россии такого не было еще не я очень хорошо отношусь к плизу да и топ-1 тоже это прикольно звучит вот но он все-таки выиграл тебя не трон стар и слаб и немощен не успеваешь да да это уже все ладно у нас пошла финалка финалка в которой то урен пропускает моноберн очень важный и сделав один wave на этом собственно его роль здесь все уже тут свиток один просто нужно зачитать где-то сейчас вот где-то вот так вот вот все и все здоровое орк это все дело видит отступает на куда ты с подводной лодки денешься нычка работает здесь пока еще достроится еще две минуты там будет она достраивать полторы минуты здесь выиграть можно только разводами только разводами забегание там ну какая-то надежда должна быть у человека ладно окружили то урена пытаются там читать диспелить талонов режут но блейд летает в воздухе спирит волкеры загибаются под фэриками эй-эй-эй-эй-эй как он выдавил его а подходят новые талоны вырезаются волкеры странно что он пустил ту рену держал бы его не уж есть мана вот у одного у второго третьего вижу мана есть ну да еще еще есть куда стремиться это радует вот есть все таки у нас определенные планки установленные некоторыми игроками вот но все равно очень хорошо получается грамотно получается у плиз у него работает нычка ему бы сейчас добавить что-нибудь можно даже третье наверное древо добавить как думаешь нет но он закупаться свитками а наемниками совет от нетрона закупайте с наемниками ну хорошо будем теперь выбить лавку и можно трибору соштрафовать какой барак зачем тебе барак нужен штрафанул повернулся убил лавочку у эльфа 60 у орка 50 да в принципе здесь уже у тинкера кстати классный девайс посмотрите два кольца ему очень хорошо идут почти 10 армора 700 жизни такой неплохой архмак вышел так ну это уже агония в ту рен конечно хорошо вернулся но у него жизни нет вы его нет он падает двойной level up можно покричать вдоволь gg написал кэш и вышел из игры первая игра закончилась закончилась но сейчас будет вторая и если я не ошибаюсь выбор карты будут будет за кэшем не слышно микрофон старик отлично друзья сейчас будем мы смотреть смотреть старкрафт старкрафт точно часто